Ожог, повреждение тканей организма, вызванное действием высокой температуры или действием некоторых химических веществ, различают 4 степени ожога, покраснение кожи, образование пузырей, омертвение всей толщи кожи, обугливание тканей. Тяжесть ожога определяется величиной площади и глубиной повреждения тканей. Чем больше площадь и глубже повреждение тканей, тем тяжелее течение ожоговой травмы. Первая помощь при ожогах заключается в прекращении воздействия внешних факторов и обработке раны. Особые формы, лучевые ожоги и поражение электричеством, отморожение и вибрационная болезнь ожогами не считаются. Значимость проблемы ожоги – одно из самых распространенных в мире травматических поражений. Так, в России на 1997 году было зарегистрировано 57,6 тысячи человек, получивших различные ожоги. По количеству смертельных исходов ожоги уступают только травмам, полученным в автомобильных авариях. Лечение ожогов – трудное и многоплановое мероприятие. Термические повреждения – одни из самых опасных. Они приводят к разрушению сложных белков, основы клеток и тканей. Классификация. Существует множество классификаций ожогов. Большая часть из них основана на клиническом течении тактики врача при той или иной ожоговой травме. Две наиболее распространенные и наглядные классификации – по глубине поражения по типу повреждения. Также условно можно выделить термические, химические, электрические и радиационные ожоги. По глубине поражения на рисунке – трехстепенная классификация, принятая в зарубежных странах. Клиника «Морфологическая классификация» принята на 27 Всесоюзном съезде хирургов в 1961 году. Первая степень. Поражается верхний слой роговевшего эпителия. Проявляется покраснением кожи, небольшим отеком и болью. Через от 2 до 4 дня происходит выздоровление. Погибший эпителий слущивается, следов поражения не остается. Вторая степень. Повреждается роговевший эпителий до росткового слоя. Формируются небольшие пузыри с серозным содержимым. Полностью заживают за счет регенерации из сохранившегося росткового слоя за от 1 до 2 недели. Третья степень. Поражаются все слои эпидермиса и дерма. Третья степень. Частично поражается дерма. Дном раны служит неповрежденная часть дермы с оставшимися эпителиальными элементами. Сразу после ожога выглядит, как черный или коричневый струб. Могут сформироваться пузыри большого размера, склонные к слиянию с серозно-геморрагическим содержимым. Болевая чувствительность снижена. Возможно самостоятельное восстановление поверхности кожи. Если ожог не осложнится инфекцией и не произойдет вторичного углубления раны. Третья степень. Тотальная гибель кожи до подкожно-жировой клетчатки. Четвертая степень. Гибель подлежащих тканей. Обугливание мышц костей. Подкожно-жировой клетчатки. По типу повреждения термические. Возникают в результате воздействия высокой температуры. Факторы поражения. Пламя. Площадь ожога относительно большая. По глубине преимущественно вторая степень. При первичной обработке раны представляет сложность удаления остатков обгоревшей одежды. Незамеченные нити ткани могут в последующем служить очагами развития инфекции. Могут поражаться органы зрения. Верхние дыхательные пути. Жидкость. Площадь ожога относительно небольшая, но относительно глубокая. Преимущественно 2. Третьей степени. Пар. Площадь ожога большая, но относительно неглубокая. Очень часто поражаются дыхательные пути. Раскаленные предметы. Площадь ожога всегда ограничена размерами. Предметы имеют относительно четкие границы и значительную глубину. 2. Четвертой степени. Дополнительные травмы могут происходить при удалении предмета. Нанесшего травму. Происходит отслоение пораженных слоев кожи. Химический. Возникает в результате воздействия химически активных веществ. Кислоты ожоги относительно неглубокие, что связано с коагулирующим эффектом кислоты. Из-за божженных тканей формируется струб, который препятствует дальнейшему ее проникновению. Ожоги концентрированными кислотами менее глубокие, поскольку из-за большей концентрации из струб формируется быстрее. Щелочи. Щелочь воздействия на ткани проникает довольно глубоко. Барьеры с коагулированного белка, как в случае с кислотой, не формируются. Соли тяжелых металлов. Ожоги, как правило, поверхностны. По внешнему виду и клинике такие поражения напоминают ожоги кислотой. Электрические ожоги разрядной дугой возникают в точках входа и выхода заряда из тела. Особенностью является наличие нескольких ожогов малой площади, но большой глубиной. Особенно опасны подобные ожоги при прохождении через область сердца. Ожоги вольтовой дугой напоминают ожоги пламенем и возникают при коротких замыканиях. Без прохождения тока через тело пострадавшего, лучевые, возникают в результате воздействия излучения разных типов светового излучения. Ожоги, возникающие под действием солнечных лучей в летнее время. Обычное явление – глубина преимущественно первой, редко второй степени. Ожоги также могут вызываться световым излучением любой части спектра. В зависимости от длины волны отличается глубина проникновения и, соответственно, тяжесть поражения. Наиболее сильные ожоги такого рода возникают при воздействии поражающих факторов ядерного взрыва. Ионизирующие излучение Ожоги, как правило, неглубокие, но лечение их затруднено из-за повреждающего действия излучения на подлежащие органы и ткани, повышается ломкость сосудов, кровоточивость, снижается способность к регенерации, сочетанные поражения несколькими факторами различной этиологии, например, паромой кислотой, комбинированной сочетанием ожога и травмы другого рода, например, перелома. Прогноз Прогноз является важным фактором при постановке диагноза. Прогнозирование дальнейшего развития заболевания очень важно при проведении медицинской сортировки. Оно позволяет распределить пострадавших по принципу нуждаемости их в медицинской помощи. Очень важно прогнозировать возможные осложнения и путь развития заболевания, особенно на ранних этапах. Это во многом определяет тактику дальнейшего лечения. Совокупная комплексная оценка состояния пострадавшего позволяет провести своевременную адекватную терапию. Предотвратить или уменьшить тяжесть осложнений Во многом прогноз определяется площадью и глубиной ожогов, наличием сопутствующих травм и заболеваний, общим состоянием организма. Определение площади поражения Важную роль в определении тяжести поражения играет не только глубина, но и площадь ожога. Существует несколько методов вычисления площади ожога. Правила девяток Поверхности разных частей тела составляют примерно по 9% от общей площади поверхности тела. Площадь головы и шеи – 9%, грудь – 9%, живот – 9%, задняя поверхность тела – 18%, рук – каждая по 9%, бедра – по 9%, голени и стопы – по 9%, промежности наружной половы и органы – 1%. Поверхности тела У детей эти пропорции несколько иные, например, голова и шея у них составляют свыше 21% от полной поверхности. Схема эта дает довольно приблизительное представление о площади ожога, но проста в использовании в экстренной ситуации позволяет быстро определить площадь пораженной кожи. Правила ладони В клиниках для вычисления площади ожога у детей пользуются специальной схемой Ланда и Броудера. Схема представляет собой силуэт человеческого тела. Различные степени ожогов штрихуются на этой схеме различным цветом, после чего происходит подсчет заштрихованной площади поверхности тела с помощью таблицы, на которой указаны площади поверхности различных участков тела. Основные клинические проявления ожогов Ожоговая травма в зависимости от глубины поражения и поражающего фактора может проявляться разными клиническими формами. Некоторые из них способны изменяться, превращаясь в другие в процессе развития заболевания. Эритема Представляет собой покраснение и отек пораженной поверхности. Возникает при ожогах первой степени, сопровождает все ожоговые повреждения. Визикола Пузырек с серозным или геморрагическим содержимым возникает в результате отслоения верхнего слоя эпидермиса и заполнения промежутка лимфой или кровью. При ожогах 2-3 степени При ожогах 3 степени визикулы могут сливаться в булы. Була Относительно большой пузырь от 1,5 до 2 см и более возникает преимущественно при ожогах 3 степени. Эрозия Поверхность лышеной эпидермиса, как правило, кровоточащая или легко повреждающаяся, может возникать при всех типах ожогов. Формируется при гибели и отслоении кожи или после удаления пузырей. Язва Напоминает эрозию, но превосходит ее по глубине. Язва может продолжаться на всю глубину тканей, вплоть до кости. Формируется на месте очагов некроза. Величина зависит от размеров предшествующего некроза. Когуляционный некроз Гибнет и высыхает пораженная ткань. Из мертвых и высохших тканей формируется черный или темно-коричневый струб. Относительно легко устраняется хирургическим путем. Когуляционный некроз При обилии мертвых тканей и присутствии достаточного количества жидкости в мертвой ткани начинают активно размножаться бактерии. Пораженный участок распухает, приобретает зеленовато-желтый цвет, специфически неприятный запах. При вскрытии очага изливается большое количество зеленоватой жидкости. Лечение данного типа некроза более трудное. Он склонен к распространению на здоровые ткани. Системные эффекты ожоговой травмы Ожоговая травма – это не только местное повреждение тканей в области действия поражающего агента, но и комплексная реакция организма на полученное повреждение. Последствия ожоговой травмы можно разделить на три большие группы. Ожоговая болезнь Синдром эндогенной интоксикации Ожоговая инфекция с ожоговым сепсисом Ожоговая болезнь Ожоговая болезнь является комплексным ответом организма на ожоговую травму. Это состояние возникает при поверхностных ожогах. Если ими занято более 30% тела у взрослых при глубоких ожогах, более 10% тела у взрослых и 5% у детей, у ослабленных лица сопутствующими. Заболеваниями может развиваться при глубоких ожогах 3% поверхности тела. Выделяют четыре основных этапа развития. Ожоговый шок Длится от 12 до 48 часов При тяжелой степени До 72 часов Ожоговый шок По механизму возникновения гиповолимический Это прежде всего нарушение микрогемодинамики в результате патологического перераспределения кровообращения Острая ожоговая токсимия Длится до появления инфекции в ранах от 3 до 12 дней Чаще от 8 до 9 дней Возникает вследствие поступления в кровь продуктов распада тканей Подвергшихся ожогу Ожоговая септикотоксимия Этап от момента появления нагноения в ранах До момента их заживления или хирургической обработки Длится от нескольких недель до нескольких месяцев Является реакцией организма на жизнедеятельность микрофлоры Развивающейся в ране Восстановление начинается после заживления и закрытия ожоговых ран Рана очищается Дно раны покрывается грануляциями или эпитализируется В зависимости от глубины поражения Также ожоговая болезнь может усугубляться различными осложнениями Которые разделяют на местные и общие, первичные и вторичные, ранние и поздние В результате этих осложнений могут развиваться лимфоденит, гнойный целлюлит, абсцессы, гангрена, конечности, синдром эндогенной интоксикации Синдром эндогенной интоксикации – это комплекс симптомов, развивающийся в результате накопления продуктов катаболизма Уровень которых нарастает из-за недостаточной функции печени и почек, перегруженных обработкой и выведением продуктов распада поврежденных тканей Ожоговая инфекция и ожоговый сепсис Ожоговая травма стимулирует все звенья иммунитета Но накопление продуктов распада тканей и массивная бактериальная агрессия через поврежденные кожные покровы приводят к истощению всех звеньев иммунной защиты Формируется вторичный иммунодефицит Организм становится уязвимым перед окружающей его микрофлорой Постановка диагноза При постановке диагноза врач оценивает глубину поражения площадь ожоговой поверхности и по возможности поражающий фактор Первый вопрос, на который должен ответить врач – не развилась ли у больного ожоговая болезнь Если ожоговая болезнь есть или предполагается ее развитие, то при формулировании диагноза ее ставят на первое место Также у больных с ожоговой болезнью развивается шок, что в свою очередь требует своевременной и адекватной терапии Оценка тяжести поражения Для оценки тяжести поражения и прогнозирования дальнейшего развития заболевания используют различные прогностические индексы Они основываются на площади и глубине поражения, а некоторые из них учитывают возраст пострадавшего Один из таких индексов – индекс тяжести поражения При вычислении ИТП каждый процент обожженной площади дает от 1 до 4 баллов В зависимости от степени ожога Ожог дыхательных путей без нарушения дыхания – 15 баллов С нарушением – 30 и т.д. ИТП интерпретируется следующим образом ИЛТ – 30 баллов Прогноз благоприятный от 30 до 60 Условно благоприятный от 61 до 90 Сомнительный ИКТ – 91 Неблагоприятный Медицинская сортировка пострадавших При одновременном поступлении нескольких пострадавших проводят их сортировку При этом их подразделяют на следующие группы Тяжело раненые – с поверхностными ожогами более 20% поверхности тела Глубокими ожогами более 10% поверхности тела Ожогами верхних дыхательных путей Нуждаются в неотложной медицинской помощи Эвакуация санитарным транспортом В первую очередь Пораженные средней степени тяжести С поверхностными ожогами менее 20% поверхности тела С глубокими ожогами менее 10% поверхности тела Медицинская помощь может быть отсрочена. Эвакуация санитарным транспортом во вторую очередь. Легко раненый, с поверхностными ожогами менее 15% поверхности тела, глубокими, не более 5% ожогов дыхательных путей нет. После оказания неотложной помощи направляется на амбулаторное лечение. Эвакуация санитарным транспортом в третью очередь или транспортом общего назначения в первую очередь. Смертельно раненые и агонирующие лица с поражением более 60% поверхности тела, с глубокими ожогами более 50% тела. Лица в возрасте старше 60 лет с от 30 до 40% поражения тела и ожогом дыхательных путей, с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, травмами. В данной группе проводится только симптоматическое лечение. Эвакуация транспортом общего назначения или санитарным транспортом. После эвакуации остальных группы страдавших